Продолжаем разговаривать про золотые монеты, поговорим о советском червонце 23 года. И не просто так, сложнее найти заведомо имперскую монету. Здравствуйте, мы на канале Заметки Нумизмата. Продолжаем разговаривать про золотые монеты и в очередной уже раз, конечно же, поговорим о красивейшей и редкой монете советском червонце 23 года. Монет этих действительно очень немного попадается, тем более в сильнейшем состоянии. И коли такой экземпляр сегодня у нас есть, мы можем на его примере к этой теме вернуться. И не просто так. Ведь существует много рассуждений, гипотез, версий по поводу того, какие еще монеты, кроме червонца, с даты 23, чеканилось в советское время в 20-х годах, причем, возможно, в разные годы. Монет имперского броса. Каких только вариантов монет к этому времени не причисляют. Иногда получается, что сложнее найти заведомо имперскую монету, которая уж точно не могла чеканиться в советском времени. Конечно же, все это притянуто за уши, как можно было сказать, но любая тема требует исследований. И вот один из вариантов исследований, которые попытались применить в отношении различных монет, вот такого странного происхождения, это анализ состава сплава поверхностной на таких монетах. Исследование сейчас такого типа проводится. Вот в данном случае анализ металла, поверхностного слоя металла, приведен компанией Национальный мемизматический реестр ДНР. И к нашему большому счастью, буквально за короткий промежуток времени, удалось исследовать сразу несколько червонцев 1923 года. Подчеркиваю, монеты эти не часто попадают в руки с возможностью их исследовать, но вот нам повезло и буквально несколько монет были исследованы одна за другой. И что же мы имеем в результате? А имеем сертификат, на котором указано, что данная монета в составе металла поверхностного слоя не имеет содержания серебра. И это на самом деле о многом говорит. Ведь еще ранее, когда на предмет состава металла исследовались 10-рублевые монеты, скажем, 1911 года, которые традиционно считаются именно советскими, то именно на их примере и была выяснена интересная закономерность по составу металла. Десятки с даты 1911, в подавляющем своем большинстве, также не имеют содержания серебра в поверхностном слое или очень небольшое количество. Бывают исключения, о них, конечно, можно отдельно говорить. Подавляющая же их масса имеет именно состав металла без наличия серебра. Мы знаем, что в самом начале так называемой советской чеканки в 1923 году были чеканены червонцы с датой 1923. Мы знаем, что точно в советское время, но только без понимания, когда именно, были чеканены десятки 1911 года. Их состав сплава, также поверхность слоя сплава металла показывает отсутствие серебра. Действительно, как и предполагалось, эти монеты чеканились в одно и то же время из одного и того же металла с одинаковым составом в основном. А вот всякие другие монеты, часто причисляемые к советским, показывают при замерах какие угодно результаты. Иногда большой объем серебра, превышающий нормативный, иногда близкий к стандартному, иногда отсутствие его у некоторых типов монет, но никакой стабильности. У десяток 1911 и у тех экземпляров 23, которые удалось измерить, мы имеем одинаковый результат состава сплава. Что еще раз подтверждает уже высказанную гипотезу о том, что заведомо советским относятся только 10-рублевые монеты с датой 1911, произведенные примерно в то же время, что и червонцы с датой 1923. То есть, с 1923 года. А вот все остальные монеты необходимо далее изучать для поднимания времени и назначения их чеканки. Смотрите другие наши выпуски, пишите свои вопросы. Мы всегда рады вам. До свидания. Русские субтитры ... Продолжение следует...